Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили рвету, сколы, вылезли. Из-за принят, уезжаем. Автомобиль загорелся в Шемкинсе. В службу 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля марки ВАЗ-2114 по улице Кошорниковой. К месту вызова неизведительной были направлены две единицы пожарной техники, 11 человек личного состава. По прибытию было установлено, что автомобиль марки ВАЗ-2114 полностью охвачен огнем. Пожар был локализирован в 1654 и полностью ликвидирован в 1706. На тушение было задействовано две единицы техники и 11 человек личного состава. Погибших и пострадавших нету. Все жители города Шемкинс просили соблюдать правила пожарной безопасности. 1 мая в службу 101 поступила информация о том, что на территории завода, расположенного в жилом массиве Орманша Инбекшинского района, горит грузовой автомобиль «Газель». По вызову оперативно направлены 7 единиц пожарной техники, 30 человек личного состава, сотрудники Центра медицины катастроф. По прибытию установлено, что открытым пламенем автомобиль охвачен полностью, пожар локализован, полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется. Услуги Министерства внутренних дел можно получить на своих смартфонах. С момента запуска онлайн-услугами воспользовались более 7 миллионов граждан, в том числе 167 тысяч водителей заменили права. Одним из обязательных условий для управления автомобилем является наличие действующего водительского удостоверения. Чтобы исключить необходимость возить с собой права и техпаспорт на автомобиль, МВД провело их оцифровку и изменило законодательство для использования цифровых аналогов документов. Это позволило сократить сроки оказания услуг в среднем в 4-5 раз, снизить бюрократию и исключить ненужные поездки и очереди в цонах. Также МВД был внедрен в сервис отправки смс и пуш-сообщений с напоминанием о необходимости своевременной замены водительских удостоверений при приближении сроков окончания их действия. Необходимо отметить, что ежегодно в цоны обращалось порядка 400 тысяч граждан для замены прав с истекающим сроком действия. Сейчас заменить водительское удостоверение можно в онлайн-режиме через мобильные приложения банков второго уровня. Чтобы обновить права, достаточно авторизоваться в таких приложениях, пройти биометрическую проверку и сфотографироваться на собственный смартфон. После обработки заявки в базе данных МВД новое водительское удостоверение будет автоматически в общине в течение 10-15 минут. Забрать новый документ из сона гражданин может в любое удобное для него время. При этом управлять автомобилем можно сразу по цифровой версии прав на смартфоне. Подобные инновации позволят освободить наших граждан от необходимости посещать какие-либо учреждения для получения государственных услуг. Полицейские города Туркестан выявили около 50 правонарушений. Полицейскими проводилась оперативно-профилактическая мероприятия правопорядок, направленная на предупреждение и пресечение правонарушений, а также выявление фактов нахождения детей вне дома без сопровождения законных представителей. В рамках ОПМ сотрудники Ювенальную полицию Управления полиции города Туркестан совместно с Центром развития человеческого потенциала и другими заинтересованными службами провели рейды в местах массового скопления молодежи, во дворах, в игротеках, увеселительных заведениях на предмет выявления правонарушений. Стражи порядка выявили около 50 несовершеннолетних, находившихся вне дома или в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей. В отношении родителей подростков были приняты меры административного воздействия и проведена разъяснительная работа.